Как бы это тяжело не было, друзья, мне придется отвлечься от Человека-паука 2, ибо в нашей любимой EA FC 24 вышел контент. Первая сборочка на кумира с максимальным рейтингом 87. Ну, в целом, выглядит как скамище. Конечно, есть карточки, которые стоят денег по типу того же Фернандо Тороса. Зомброта выглядит неплохо, Золо, можно поиграть 5. Также у нас тут вышел мини-релиз вместе с Аспасом в СБЧ. Кстати, у него файнас шоты есть, можно будет собрать. Морезик, видимо, подлин к Криштиану Рунальду. Бомжар из 12 тысяч. Вера. И, собственно, Сашка Головин. Охренеть, у него сколько плейстайлов. Жаль, нет никакого золотого. Остатки вот такие вот. В целом, если тень накинуть на ЦП, можно вполне себе заиграть. Ну, либо же на фланге по С90 будет с Хантером. В качестве разогревчика, друзья, предлагаю вам посмотреть мои награды за 19 побед. В Укен Лиге. Ну, и перед тем, как мы продолжим, естественно, друзья, не могу вам не напомнить о моих спонсорах. Это мои отличные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. Пари работает на технологичной платформе. И в сетке нашего партнера есть любые виды спорта. Начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Также у них есть удобнейшее мобильное приложение. И если вы пройдете верификацию до конца, получите бонус-косарь фрибета. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Ну, а если, друзья, вам нужна новая EFC, различные подписчики на PlayStation, на Xbox, может, вы хотите FIFA Point купить, либо же игры. Все это добро вы можете найти у меня в магазине. Ссылочка также будет в описании. Так, ну что, друзья, очередные 19 побед. Скажем, респект моему бустеру. Посмотрим, что же здесь нам удастся поймать. Давайте начнем с пика на игрока командной недели. С первой по пятую. Опа, Талиско, здравствуйте. Так, 84+, мои любимые пики, где одни 84-ые падают. Во время того, как я это говорю, мне действительно падают одни 84-ые. Замечательно, там энди забираем. Так, второй пик открывается. О, тут есть 87-ой, Мартинес. Ну, радости как-то не особо больше, как вы можете заметить. И последний пик. Нкунку и Пареху. Нкунку у меня уже есть, поэтому забираем Пареха. Мои любимые алтимейты. Поехал первый. Ну, хотя бы Донарума. Хоть что-то, 87 рейтинг. Так, еще и Леопорта, и Анана. Ну, ладно, не самые стандартные алтимейты. Обычно я вижу максимальный 83-ый. Так, второй алтимейт открываем. Франция. Форвард, да нет. О! Гризманчик, хорош, сюда. Это бабки. Благодаря своим финестикам он в этой части FIFA ценится. Хоть скорость у него не предел мечтаний. 104 тысячи монет. Учитывая, опять же, ребята, что это алтимейт. Еще и два информа. Смотрите, какой токсик. То есть я с этого пака, получается, налутал 120 тысяч монет. Когда такое было. Так, ну и самые вкусные паки. Давайте. 5. 85. 85, пожалуйста, дайте свечение. О! Испания. 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 База вырос. Я в охуе. Ах, хотя, слушайте, этот парень стоит 59 тысяч. Нихрена себе. Так, ну и 2.87. Тут, к сожалению, без свечения. Норвегия, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Нет. Я даже не забайтился. Форварда не дали. Но это двойной локаут, естественно. Ну, понятно. 2.87. Ну, не обманули. 2.87, 2.87. Да нет, ребята, в целом наградки хорошие получились. Я более чем доволен. То есть я за всю эту движуху нормально так монет налутал. Так, это что такое, ребята? Франция. ЦП. Что? Да, сложный мне выбор предстоял. 86 плюс троечку взять, либо Кане. Я решил все-таки Кане. Посмотрите, у него дреды прикольные такие. В целом геймплей, наверное, моделька классно смотрится. Карточка в любом случае уникальная, а пакетики я еще успею пофармить. Статы очень сбалансированы. Практически все 80 плюс, 90 дриблинг. Имеются талантики какие-никакие. А знаете, в принципе, Кане не так уж сложно и линкуется. То есть буквально команда одного докупить, и все. Отлично. Французов у меня много. По стилю сыгранности тут тень наклевывается, поэтому делаем вот так и наслаждаемся. Также у нас есть контент в виде одного из трех игроков Team of the Week. Да, вот это мы открыли. Хотя Нерэш, кстати, он из-за того, что линку Димарио, мне кажется, должен стоить денег. Ну, кстати, ничего себе. 60 тысяч эта карточка стоит. Кстати, сборочка Кумира не такая уж и дорогая. 85 плюс 86 рейтинг. Ну что, друзья, вы готовы? На первом аккаунте сборочка Кумира готова. Максимальный 8-7, напоминаю. Так, мой состав выглядит вот таким вот образом сейчас. Ну, как и в прошлый раз, в этом нелегком деле мне помогут мои коты. Давайте, открываем бесплашек и прочих махинаций. Честер вытаскивает мне флаг, флаг, флаг. Франция! Форвард! Кажется, это боль. Трезыги какому, боже. Честер, я же тебя так люблю. Ну, за что? Бесит, на самом деле, что они убрали вот сортировку там по базовым, средним и праймам. В целом, как бы, больше вариаций было по Кумирам. Ну, кстати, у него 4 на 4. Завершение 93. Как-никак бегает. Акробат пиздец какой. Кстати, на фоне вы можете лицезреть сейчас мой отелик. REST&P, может кто-нибудь хочет на запчасти забрать. Вы мне много всякого там насоветовали. Кто-то пишет, бери только LG. Кто-то говорит, только не LG. Короче, много там советов ваших начитался. И суммарно пришло к тому, что надо брать Сонику. Взялся Sony, модель вы видите где-то на экране. Кто-то из подписчиков советовал. 65 дюймов, все дела. 4К, 120 Гц. В общем, довольно как слон. Показывает просто на отличная картинка в играх. Выглядит прям, ну, намного сочнее. Может, даже и к лучшему, что он у меня сломался. Теперь я кайфую еще больше. Переходим к моему бездонатному аккаунту. Начинаем тут тоже с пика тотов. Тут мне обычно везет на этом аккаунте. Открываем и видим доку. Ну, слушайте, тоже неплохо. Бегуночек на фланг, который из EPL, Бельгийц, Ман-Сити. А вы знали, друзья, что относительно недавно в E-Sports появились новые дизайнеры карточек, которые мутят вот такую вот красоту. Посмотрите. Вау, невероятная, блядь. Какая гениальная игра, просто нет слов. Короче, вот так вот выглядит сейчас мой склад. Я все-таки не удержался и собрал Мэдисона 86. Все-таки больно он мне сильно нравится. На ЦП я поставлю чувака, который сейчас в заданиях у нас за финальный сезон. Ну что, друзья, приходится вот такой вот хайрейт сюда закидывать, потому что рейтинга в клубе вообще нет. Поэтому очень сильно надеюсь на то, что упадет что-то в основу. Так, ну что, пак за сборочку кумира. Да не, не может быть. Реально может быть. Лол. Я Хакими первый раз вижу вообще. Я готов. От сердца отрывал монетки и закупал игроков, чтобы собрать эту сборочку. Надеюсь, не просто так. Так, короче, смотри, какое дело. Честер вытащил. Знаешь, кого? Трезе Ге. Ты прикинь, Трезе Ге мне вытащил. Ты в свою очередь сейчас возьмешь и докажешь, что ты лучше Честер. Я в тебя верю. Пожалуйста. Испания. ЦОП. Хотя Хаби Алонсо, наверное, не так уж и плохо. У него пасек есть хороший. А какой рейтинг? 87. Ну, что думаешь? Ну, это как минимум лучше, чем Трезе Ге. Блин, а вот теперь я задумался, нужен ли мне этот Канэ. Учитывая, что у меня теперь Хаби Алонсо есть. Даже не знаю. Я, кстати, удивлен, что у Хаби Алонсо нет пауэршота. Ну, он как бы есть, но серебряный. Потому что он мне запомнил со своими вот этими вот невероятными пушками из центра поля. Типа тенью докрутить скорость защиту и попробовать поиграть за него. Хотя я сейчас смотрю, Канэ по всем параметрам круче, чем Хаби Алонсо. Прям на голову выше. Я, видимо, после ролика уже буду решать, кого брать. У меня тут осталось буквально 50 опыта, и надо подумать, с каким бойцом к следующей викинике подходить. Да, я Канэ забрал на своем основном аккаунте, но играю я, по большей части, на бездонатном. Поэтому не знаю, короче, буду думать. Ну что, друзья, такой вот видеоролик получился. Открыли мы первых героев EFC24. EFC24, пишите в комментариях, что вам падает. Ну, либо можете кидать скрины в мою телегу. Ссылка на мой телеграм будет в описании. С вами был я, Пандос Фиксирующий. Спасибо всем за просмотр. Чао, покао.